Пожалуй, самый необычный праздник, который придумало человечество – День поцелуев. Отмечается он в самый разгар лета – 6 июля. Несмотря на легкомысленное название, это официальный международный праздник. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать, как к нему относятся жители Чувашии. Обмен между двумя душами – такое определение дал Платон поцелую. Действительно, поцелуй – это не просто знак любви и доверия, это символ, который заменяет множество слов. Люди не просто целуются каждый день и час, но делают поцелуй темой произведений искусств, а также устраивают различные праздники поцелуев. Когда нас переполняют эмоции, страсть, нежность, умиление, восхищение, почтение, нам инстинктивно так и хочется прикоснуться губами к объекту наших чувств. Во всем мире люди чувствуют неосознанную потребность целоваться. Это стремление врожденно и существует столько же, сколько существует человечество. Считается, что поцелуй увеличивает иммунитет, повышает настроение. И даже делает человека, который любит целоваться, успешным и здоровым. Стоматолог уверяет, что при достаточной любви к поцелуям даже очищается микрофлора рта, а зубы становятся блестящими и белыми. А если бы мы с вами рассматривали мужеско-женские отношения, то мужчине, который предъявляет претензию женщине, и наоборот, кстати, можно очень здорово применить поцелуй, заставив его замолчать. Одна из самых красивых легенд гласит, древние люди, придумавшие поцелуй, верили, будто дыхание содержит душу. Именно поэтому соединение дыхания целующихся влюбленных – своеобразная свадьба душ. Тем не менее, не во всех странах принято целоваться. Например, папуасы вместо поцелуя обгрызают ресницы любимого. Жители острова Бали слегка касаются друг друга лицами. Влюбленные таитянцы танцуют, трутся носом, а нос партнера. А в столице Чувашии жители с удовольствием целуются и всех поздравляют с праздником. Когда люди целуются, это даже полезно, установили ученые. Ну, вот так. Когда поцелую, лишний раз доказывают, что люди любят друг друга. Какой праздник вообще нужен? Думаю, нет. Почему? Это нормальное, естественное состояние, когда хочешь поцеловаться. Зачем нужен специальный праздник? Мы каждый день целуем своих внучек, обнимашки каждый день у нас. Так что для нас праздник каждый день. Я обязательно поцелую сегодня свою жену. Поздравляю всех с этим замечательным праздником. Пцелуйтесь на здоровье, радуйтесь, наслаждайтесь. Всех поздравляю с днем поцелуев. Больше целуйтесь. Родиной Всемирного дня поцелуев считается Великобритания. Именно на берегах Туманного Альбиона в конце 19 века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник. В России же на него обратили внимание буквально несколько лет назад. И сейчас в разных городах нашей необъятной страны проходят различные конкурсы поцелуев. Конечно, к празднику приуроченные попытки ставить рекорды в поцелуйной области. А это не так уж и просто. Так, например, самый продолжительный поцелуй, занесенный в книгу рекордов Гейнесса, продолжался 58 часов 35 минут и 58 секунд. И установила его пара из Таиланда. Самый массовый поцелуй состоялся в Мехико. В акции одновременно приняли участие более 39 тысяч человек. А в Шанхае 20 влюбленных пар соревновались в поцелуях под водой. Результат чемпионов – минута и 20 секунд. Конечно, конкурсы конкурсами, но одно можно сказать точно – люди по всему миру целуются, потому что им это нравится. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.